Хей-хей-хей! Всем привет, мои дорогие любители слаймов! Сегодня пятница, а значит, традиционный пятничный слайм-рейджер вступает в дело. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал сразу начну с этого, дорогие друзья, ведь чем больше лайков, тем заветно, так сказать, правило, быстрее выходит следующее видео. И больше шанс, что оно выйдет, конечно, уже, потому что, сами понимаете, чем больше их, тем приятнее для вас делать видосики. Также не забывайте писать комментарии, самые интересные комментарии традиционно лайку, подписываться на канал, ну и, конечно же, не забывайте про спонсорскую подписку, а ссылки в описании, она тоже имеется. Ну что, друзья, перейдем к сути видоса. Дело в том, что в прошлом видео я вам показывал новых слаймов под названием Рубиновый и Нестабильный. Если, кстати, не видели, обязательно посмотрите это предыдущее видео по слайм-рейджер. Два новых слайма за видос, это как бы, хе-хе-хе, неплохо. Сегодня покажу вам нового слайма, вообще очень люди, мододелы, прям расщедрились на новых слаймов. Сегодня, собственно, да, я вам его продемонстрирую. На самом деле, получить его очень просто, я даже не знаю, мы, наверное, будем сейчас с вами... Я даже не знаю, как мне это видео сделать подольше, чтобы побольше с вами побыть сегодня, но, скорее всего, не получится, и оно будет довольно-таки коротким. Дело в том, что нам в первую очередь... Так, куда бы мы... Как обычно, там золотая тусовка. Мне нужно поставить сейчас вот сюда, например, насос. Техническая, так, это техническая, скорее всего. Так, блин, чего я туплю-то? Экстрактор, это, конечно, у меня его нет, погнали. Нам надо срочно сделать себе насос из... Насос для гиганта, по-моему, он называется. Есть шанс, что у меня не будет розовых плортов достаточно, поэтому мы сразу... Блин, всего лишь один... Ладно, сейчас надыбаем, если чё. Короче, правила какие? Надо сделать, ну, точнее, сначала создать насос для гиганта. И дальше разместить его в любой точке сухого рифа за пределами фермы. Если это делать на ферме, то, скорее всего, ничего не получится. А если это делать в любой точке, как бы, за пределами сухого рифа, то тоже 100% ничего из этого не выйдет. Так, давайте заходим сюда. И вот он у нас с вами... Глубинный насос он называется. Да, 25 розовых плортов. Ладно, ребят, я не буду долго занимать ваше время. Давайте мы сбегаем. У меня в этом... Блин, а я вот что-то вспомнил сейчас, что у меня там, скорее всего, нет розовых плортов. Потому что там у меня плорты другого типа. А-а-а... И здесь у меня их тоже нет, правильно? Я вас правильно понял? Да, я вас правильно понял. Ладно, давайте сейчас быстренько этих ребятушек покормим. Я думаю, что здесь мы сможем быстренько добыть 25 розовых плортов. По-хорошему, конечно, бы их побольше сделать. Потому что чем их больше, тем больше шанс получить именно то, что мне нужно. Но... Вот сейчас немножко покидаю сюда еды разные. Пускай они покормятся. А остальное мы с вами получим сейчас на улице. Так, розовый плорт. Вот кто бы когда-нибудь вообще в мире подумал, что розовые плорты будут... Во! Всё! Ха-ха-ха! Ребят, я забыл. У меня же тут уже валялись некоторые эти... Ладно. Короче. Сделаем вид, что мы пока не видели этого чувака. Объясню, почему. На самом деле, я был бы рад даже уже одному. Ну, вы так его немножечко заценили чуть-чуть. Но дело в том, что одному... Ах, хотя может здесь будет? Ну-ка, 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 ну-ка. Да, вот ещё один. Блин, ну два это уже неплохо, конечно. Ладно, давай... Во-во-во, всё, их много валяется. Короче, давайте я их соберу. Салти слайм, друзья. Они как у меня появились? Из-за того, что здесь были уже насосы поставлены. И здесь валялись ресурсы. Розовый слайм их скрумкал, так сказать. И получился вот такой вот прекрасный слаймецкий новый. Я вам обязательно сейчас всё расскажу, ребят. Как его получать. Покажу его в слаймопеде. И покажу, чем же он так примечательный. И что он вообще умеет. Единственное, что хочу просто показать вам... Во-во-во. Давайте забьём тогда на вот эту всю фигню. Вот, берём глубинный соляной раствор. Он появляется, если поставить насос вот сюда. Ну и, опять же, в любую точку сухого рифа за пределами фермы. И, собственно, лечь спать. Подождать, пока экстрактор добудет всё, что нужно. Дальше. Давайте я на самом деле лягу спать. Чтобы у нас с вами день начался. Чтобы ночью не записывать видосы. А то некоторые в комментариях уже жалуются, что у меня постоянно видосы выходят, когда ночь в слайм рейнчере. Нифига не видно из-за этого. Давайте это по-быстрому исправим. Ложимся спать. Спать до утра. И сейчас я вам продемонстрирую, собственно... Да, насос я не поставлю. Но это и не так важно. Самое важное, что у нас есть соляной раствор. Ещё раз, ребят, за пределами фермы. Вот здесь вот считается фермой всё ещё. Вот начиная от этих ворот. И в любом месте сухого рифа. Дальше. Берём соляной раствор. И даём вот любому розовому слайму. Чик. Здорово. Берём себе. Чик. Здорово. Берём себе. Чик. Здорово. Берём себе. Они чуть поменьше, чем розовые. И при этом называются солёными слаймами. Или соляными. Я даже не знаю, как правильно. Ну, наверное, солёный слайм. Всё-таки салти это соль. Давайте зайдём в слаймопедию. Я вам прочитаю, что здесь говорят про салти слайма. Самый солёный слайм на далёком запределье. Его еда это... Как они называются? Лужи плорды. Любимая еда тоже лужи плорды. Из слаймологии неизвестно, почему только розовый слайм превращается в его солёную версию. Но это всё равно весело. Какая разница? Эти солёные ребята любят веселиться у тебя на ранчо. Опасность. Солёные шейкеры очень... Я не знаю, почему сал шейкерс они называются. Типа трясунчики какие-то. Они очень привлекают... Не знаю. Они привлечены очень к луже слаймам. И они даже могут запрыгнуть к ним в бассейны. Рекомендуется либо держать солёных слаймов в каком-нибудь загоне. Либо просто ставить их подальше от лужи слаймов, чтобы солёные слаймы могли спокойно... А! Немного вдалеке оставить нескольких лужей слаймов, чтобы солёные слаймы могли присоединиться к этой вечеринке. Аквадискотеки, так сказать. Солёные слаймы очень солёные. И они обычно используются как, собственно говоря, соль. Если это... Короче говоря, это возобновляемый источник соли. Много эко-френдли ранчеров любят именно салтеплорты использовать вместо обычной соли. Вот так. Короче говоря, будем использовать салтислаймы чисто, чтобы посыпать себе всякую еду. Например, кукодобу с солью я уже готов попробовать, честно говоря. Ладно. Бежим, конечно же, тестить. Бежим тестить с удовольствием. Сюда, в первую очередь. У нас здесь с вами есть бассейны и много-много лужи-плортов. Давайте в первую очередь затестим, как, собственно говоря, солёные слаймы себя ведут на природе. Оп, оп, оп. Будут ли они реально запрыгивать? Оп, подпрыгнул. Оп, а этот уже к вечеринке присоединился, как в дискотеке. Погна... Опа, плорты тоже есть. И здесь плорты тоже есть. Смотрите, в общем, солёный слайм, он реально запрыгивает и начинает пожирать лужи-плорты. Это, конечно, стандартная ситуация. Ох, нифига себе, вот это два обожурали здесь, смотрите. Он прям не прекращает ест и ест. Ладно, давайте заберём себе. Всё, шесть плортов есть. Слушайте, ну, в принципе, в принципе, они мне не мешают. Пускай тут тусуются, наверное. Здесь ничего особо больше съесть нельзя. Да, они ничего больше и не едят. Поэтому, пускай. Нормальная тема, окей. Так, хорошо, теперь нам нужно проверить, насколько солёный плорт дороже водяного плорта. Потому что, сами понимаете, солёный слайм, он съедает лужи-плорты. То есть, по сути, минус лужа, зато плюс соль. Что мы получим, если мы потеряем лужу, но продадим соль? Давайте посмотрим. Декс. У меня есть ощущение, что у меня тут баг закрался. Ребята, давайте проверим, это визуальный баг или настоящий. Да, это визуальный баг. Как видите, 50 этих нью-баксов мы получаем за каждый солёный плорт. Давайте сейчас быстренько возьмём себе лужи-плорт и зачекаем, сколько он стоит. Потому что, к сожалению, у меня немного сбои в моём плортомате. Всё стоит по косарику. Это что-то, мне кажется, не совсем правильная цена. Особенно за розовые слаймы, например. Так, салти-плорт и лужа-плорт у нас с вами в одном месте буквально. Давайте же зачекаем, что у нас будет по лужи-плорту. Ещё, конечно же, хочу поставить буквально пару экспериментов с ларгообразностью, скажем так. Насколько салти-слайм может стать ларго. Тоже зачекаем. 43 против 50. Ну, блин, он типа на 7 нью-баксов дороже только. Ну, не знаю, решать вам. Я думаю, что как для разнообразия этот мод офигенский. То есть он добавляет нового слайма. Чем больше слаймов, тем круче. Это всем известно. Но, как бы, с точки зрения нью-баксономики, это не особо круто прям. Поэтому, как бы, просто имейте в виду, что это надо делать не ради денег, а просто, чтобы ваше оранчо было ещё более крутое. Так, давайте теперь попробуем сделать ларго. Берём, например, каменистого. И давайте кинем ему. Всё понятно. А если ларго кинуть, он станет фарм? Всё понятно. Хорошо. Окей, допустим. Что, если я салти-слайму дам что-нибудь? Ну, какой-нибудь другой плор. Давайте тоже проверим. В том числе, конечно же, золотой. Золотой плор тоже надо проверить. Потому что у меня есть мод на голд ларго. С почти всем модифицированные слаймы могут превратиться в золотых ларго. Но мне почему-то кажется, что, наверное, если я кину обычный какой-нибудь там кристальный или типа того, мне почему-то кажется, что это не будет работать. Ну, давайте проверим. Ну, на медовом, например. Так, салти-слайм кидаем сюда. Ой. Салти-слайм кидаем сюда. И кидаем медовый плорт сюда. Да, ребят, к сожалению, он не ест. Блин, классно, что у него такие разводики, да? Смотрите, прям вот как будто реально какой-то кристалл соли прям. Ну, короче, да, плорт он не ест. Пойдёмте быстренько сгоняем вот сюда. Получим свой золотой плорт. И проверим, будет ли солёно-золотой ларго появится ли или нет. Блин, мне очень жаль, что до сих пор разработчики не умеют делать гордо модифицированные. Это было бы тоже очень круто. Жаль, что до сих пор пока что... Нам-нам-нам! Это солёный золотой ларго. Но при этом он всё ещё ничего не жрёт, кроме лужи плортов. Это уже интересно. Так, а если я кинул лужи плорт вот этому такому вот ларго, он даст ему золотой плорт или нет? Чисто, опять же, ребят, эксперимент. Чисто проверить. И я вот ещё думал на тему того, что салти плорт... Наверное, мы больше с ним ничего не сможем сделать. Блин, я бы посмотрел на салти гордо, конечно, солёного гордо. Но и солёный ларго это тоже довольно забавно. Так, всё, лужи плорта у нас с вами есть. Давайте попробуем покормить ими ларго. Если мы получим с него золотой плор, то, в принципе, для экономики это хорошо. Да, ребят, конечно же, как обычно, я ссылку на этот мод оставлю в группе ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь, там много разных мемов. Поэтому буду рад вас там видеть. Ну и, конечно же, ссылки на новые моды всегда там стараюсь публиковать. Так, давай проверяем. Проверочка, проверочка. Иди сюда пока что. Это я не тебя хочу покормить. Да, пока... Да шо ж такое-то? Блин, что за эксперимент такой неудачный пока что. Давайте, наверное, солёные плорты пока сюда. Золотой плорт, точнее, лужи плорт. Собираем сюда. И этого забираем сюда. Всё, давай, тестим. Кушай. 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 Не, ну он до... Блин, нет! А, он тупо палит на этот плорт, но кушать его по какой-то причине не хочет. Молодцы, доигрались, ребята, доигрались. Вот что бы вам сказать. Короче, да, не хочет он, когда его превращают же в золотого ларга, он больше ничего не хочет делать. Он просто... Да что вы делаете? Это глупые что ли? Хватит. Не надо так делать, ребят. Всё, солёные плорты у нас с вами тогда остаются чисто на продажу. Судя по всему, других вариков банально нет. Ну что, друзья, вот такой вот небольшой мод, который добавляет нового небольшого слайма. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого слайма. Будет ли у вас на ферме место для него и стоит ли его оставлять. Буду внимательно читать. Если стоит, то я оставлю мне как бы несложно. А на сегодня, пожалуй, что всё. С вами был Чинацкий. Увидимся мы уже совсем скоро с вами в новом видео, дорогие друзья. Давайте я сейчас как-нибудь хочу поставить вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Увидимся совсем скоро в новом видео. С вами был Чинацкий. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...